Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео, в этом видео я вам покажу новые машины, которые добавили в автосалоне, и в принципе выскажу свое мнение, что из этого получится, то пацаны это вообще означает то, что добавили новые машины и немного переименовали другие машины, это означает то, что в скором времени должен выйти как бы модпак, Насчет конкурса на 10 миллионов, пацаны, я еще не знаю, потому что именно это видео, которое вы смотрите сейчас, я снимаю в тот же день, когда я выпустил предыдущее видео, где я показывал, куда я потратил деньги, пока что там 200 лайков, поэтому пацаны, кто не смотрел две предыдущие серии, советую всем как бы посмотреть, потому что там происходит полная жесть, ну а перед тем, как мы поедем в автосалоне, я хотел бы вам посоветовать свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холи Плей, Насчет конкурса, пацаны, вы узнаете уже в следующем видео, скорее всего, набирайте на этом видео 200 лайков, выходит новая серия, набирайте на предыдущем видео 300 лайков, будет конкурс на 10 миллионов, поэтому пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра Как бы модпак новый еще не вышел, просто добавили несколько новых машин и изменили название машин, которые уже есть, давайте короче пойдем, сейчас посмотрим машины, я вам покажу все, выскажу свое мнение вообще, насчет этого всего и возможно протестирую несколько моделек, но я уверен то, что как бы модпак будет уже скоро, потому что если добавили модельки, значит как бы ну уже планируют выпускать модпак, потому что просто так они бы, я думаю, это бы не обновляли Я вам буду показывать скриншоты, если найду в принципе, эти скриншоты я буду брать из группы разработка глобального обновления, там в принципе сливают скрины нового модпака, так вот будет выглядеть как бы форд фокус, ну в принципе прикольная машина, 650 тысяч будет она стоить, но в чем минус, минус в том, что как бы это иж, понимаете, это иж, он очень медленный и смысла этот фокус покупать за 650 тысяч вообще не будет Конечно, если в ГО в принципе изменят скорость у этого форд фокуса, то понятное дело, как бы его можно будет покупать, если он будет ехать нормально, 650 тысяч, мне кажется, ну это будет дорого и никто его брать не будет, если он будет ехать там 100 километров в час Следующая машина, пацаны, это Toyota Camry, сороковка в принципе, сейчас есть 55 Camry на срывоке, а это будет сороковка за 600 тысяч Скриншот я ее не нашел, поэтому я вам ее показать не смогу, к сожалению Следующая машина, это Lada Karina 2, в принципе, скриншот вы также можете видеть на экране, вот так вот в принципе она будет выглядеть, но я не знаю, блин, тоже как бы машина эта очень веленная, типа блин, зачем на Lada Karina уставить иж, ну типа блин, ее тоже не будет никто покупать, потому что она будет просто-напросто медленная Но вся надежда это на то, что в глобальном обновлении они пофиксят скорость Также, пацаны, будет для вас такая информация, но это чисто мои мысли, как бы вот Lamborghini Huracan, нам в группе показывали новые скриншоты, вы тоже их можете видеть на экране, новые Lamborghini Возможно, даже в этом модпаке, который выйдет, будет новая Lamborghini, которую нам показали в группе Ну блин, я не знаю, это точно будет или нет, но скорее всего, я думаю, да, потому что, ну, смыслом добавлять только три машины в модпак новый Следующая машина на Nissan GTR, тоже это мои мысли, как бы в группе также показывали новый GTR, который будет, и на него будут разные обвесы, то есть будет две конфигурации Со спойлером, там, без спойлера, разный обвес и так далее Я не знаю, сделать ли это в новом модпаке, либо сделать это уже в ГО, но, возможно, GTR тоже обновят Следующая машина у нас, это Audi R8, ее тоже, вроде как, должны обновить, потому что выложили скриншот в группу И, типа, это будет рестайлинг, как я понял, типа, новая Audi R8 Итак, следующая машина, это Гелик, как бы название поменяли, но в группе показывали тоже скриншоты и в видео показывали новый Гелик Как бы Гелик Брабус там, либо еще новый Гелик обычный, как бы, я не знаю, возможно, тоже в модпаке его обновят Следующая машина у нас, это Mercedes-Benz E63 S Именно S, почему S, пацаны? Потому что, как видите, поменяли название и в новом модпаке обратно вернут, как бы, Mercedes, который был на зимой Мне, честно, этот новый Mercedes, который добавят, не нравится Мне вот Ешка, именно E63, нравится много больше, чем E63 S E63, это которая сейчас E63 S, это которая будет, в принципе, в новом модпаке и мне она лично не нравится Итак, больше никаких машин я не заметил и сказать, либо что-то заменят или нет, тоже не могу, потому что, ну, больше информации, как бы, у меня нет Все, что я знал, я, в принципе, вам рассказал Давайте возьмем на тест-драйв именно Toyota Camry Так, вот наша прелесть, в принципе, розовая, давайте в нее сядем Ну, блин, как-то, знаете, глупо немножко ставить четырехдверный, как бы, седан на кабриолет двухдверный Ну, это реально очень глупо Как бы, да, я понимаю, что, ну, это не критично, но, как бы, это очень глупо Итак, давайте выйдем на этой машине Максималка вроде у нее 121, если я не ошибаюсь Давайте сначала максималку замерим, а потом уже посмотрим вообще на эту машинку, на эту модельку Так, максималка у нее 121 Так, смотрим, что вообще это за машина Это у нас, получается, задний привод, кабриолет В чем вообще проблема, пацаны? Лично я считаю, что эта моделька конченая, потому что, видите, как ее считают Просто, видите, она как сосиска, блядь, она реально как, как желе Она просто дергается туда-сюда Если она еще и гидравлику поставит, это вообще будет пиздец Она очень резко, как бы, в управлении Прям очень резко в управлении И минус в том, что, как бы, камри в реальной жизни, она переднеприводная Почему просто нельзя взять, найти переднеприводную модельку, которая не задействована Либо, которая задействована Просто взять и поставить на нее камри Вот почему нельзя? Вот почему мы должны ездить, сука, на заднеприводной камри? Я вот этого не понимаю Я не знаю, как они собираются сюда камри поставить Но, блядь, выйдет модпак, в принципе, посмотрим, как она будет ездить Возможно, если они поставят модельку, то она будет себя вести совсем по-другому Но я, если честно, в этом не уверен Я, конечно, уверен, что он нихера не едет Но давайте все равно возьмем его на тест И посмотрим Так, все, садимся в нашу красавицу И, честно, ну, реально мне эта машина Внешне симпатична Я бы себе такую в жизни бы купил Ой, разгоняется, конечно, он очень вяло Возможно, нитро это, конечно, поправит Но давайте попробуем максималку развить Он просто вообще никуда не едет Максималка 85 88, 90 93, 95 98, 100, 102 И то это с горки было Короче, максималку, я думаю, мы так не проверим Давайте попробуем другую сторону 101 У Ford Focus будет максималка без чипа 101 километр А с чипом он будет ехать где-то, ну, 110-115 Ну, такое себе, пацаны За 600 тысяч, мне кажется, лучше просто взять Приору за эти деньги Даже Приора дешевле на 200 тысяч И просто ездить на Приоре, и все Ну, что ж, пацаны, вот так вот было видео Надеюсь, оно вам понравилось Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok